Вся полиция Подмосковья поднята по тревоге. Тройное убийство автоматной очереди в здании мэрии Красногорска. По данным следствия, предприниматель Амиран Георгадзе расстрелял первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова и руководителя городских электросетей Георгия Котляренко. Еще один человек убит за пределами здания администрации. Судя по всему, случайно оказался на пути вооруженного преступника. На прямую связь выходит наш корреспондент Антон Верницкий. Он работает на месте трагических событий. Антон, здравствуйте. Что в эти минуты происходит в Красногорске? Здравствуйте, Катя. По-прежнему продолжаются следственные действия в здании администрации Красногорска. Вы видите, как горят четыре окна. Это кабинет тот самый, где все произошло, где произошло убийца. Сегодня там были убиты заместитель главы города Юрий Караулов и руководитель красногорских электросетей Георгий Котляренко. То, что предполагаемые убийцы не просто предприниматели, а достаточно крупные для этого города предприниматели, говорят хотя бы то, что в 50 метрах от здания администрации города стоит огромный торговый центр. Он в два раза выше, чем сама администрация, принадлежащая предполагаемому убийце. Вот адрес. Улица Ленина 2. Здесь улица Ленина 4. А это кадр с камеры наблюдения городской администрации. Это первый кадр, на котором видно, как предполагаемый убийца входит в здание администрации. Сейчас полиция оцепила деревню Тимошкино в 27 километрах от Красногорска и рекомендовала всем жителям этой деревни не покидать свои дома. Дело в том, что, возможно, предполагаемые убийцы находятся как раз там. Ведь по дороге отсюда из Красногорска он убил еще одного человека. По данным следствия, подозреваемый Амиран Георгадзе занимается строительством объектов на территории Красногорского района. Ну а с Карауловым их связывали не только деловые, но и дружеские отношения, так же, как и с Котлеренко. К примеру, тот же Георгадзе является одним из совладельцев Красногорской электрической сети, руководителем которой был Котлеренко. По нашим данным, Амиран Георгадзе, получавший ранее государственные заказы на строительство в последнее время, по каким-то причинам был лишен такой возможности. Вот фотография предполагаемого убийцы, 55-летний Амиран Георгадзе, вооружен и очень опасен. Судя по данным, Владимира Маркина был дружен с убитым заместителем главы администрации города. Они вместе даже были попечителями волейбольного клуба «Зоркий». Убитый, Караулов, президент этого клуба. А предполагаемый убийца Георгадзе – вице-президент. Что произошло в кабинете, можно восстанавливать чуть ли не по минутам. Около 14 часов Георгадзе зашел к заместителю главы администрации, был обеденный перерыв и начал о чем-то громко с ним спорить. Потом в кабинет был приглашен глава Красногорских электросетей. Спор продолжился. Георгадзе достал из большой сумки то ли карабин «Сайга», то ли автомат «Калашникова», но оружие заклинило. И он убил чиновников десятью выстрелами из пистолета. Как нам стало известно, убитый зам главы администрации Красногорска Юрий Караулов занимался по своей должности вопросами землепользования и лицензированием управляющих компаний. О чем сам недавно рассказывал в интервью местному телеканалу. Помимо этого стало известно, что в 2011 году Следственный комитет дважды пытался завести уголовное дело на Юрия Караулова за махинацией с землей. Но всякий раз прокуратура отказывала. Одна из основных версий следователей как раз конфликт предпринимателя и чиновников на почве земельных отношений. Все-таки убийца владел сразу двадцатью строительными фирмами в Красногорске. После убийства Георгадзе быстрым шагом покинул здание администрации и уехал на своем автомобиле с приметным номером 777 «Рейндж Ровер» черного цвета. За рулем был его охранник. Тела убитых уже забрали из здания, но все, кто находился в нем в момент убийства, по-прежнему не выпускают. Разрешая некоторым лишь дойти до кафе в том самом торговом центре рядом, который принадлежал убийце. Вас выпускают? Вы зачем ходили? Есть еда, прочее? Скажите, как там себя чувствуете? Что делаете? По некоторым неподтвержденным, оговорюсь сразу данным, убийца хотел застрелить еще и главу администрации Красногорского района. Но того не оказалось в кабинете, и он поехал в коттеджный поселок, где тот проживает, где, собственно, был и убит случайный свидетель. Повторюсь, в деревне Тимошкино сейчас проходит спецоперация полиция. Там, возможно, убийца и скрывается. Мы следим за ситуацией, Катя. Спасибо, Антон. Наш корреспондент Антон Верницкий работает на месте трагических событий. Всю информацию мы будем сообщать нашим зрителям незамедлительно.